добрый день сегодня поговорим с точки зрения психологии о функции желания часто у нас есть путаница мы наделяем большой силой желания но функция желания определить потребность в проявленном мире то есть энергии у желания настолько ровно настолько чтобы определить потребность дальше включается надобность надо надо нас подталкивает к действию у надобности у надо есть только энергия на то чтобы подтолкнуть нас к действию и дальше когда мы уже делаем само действие у нас появляется энергия то есть энергия появляется в процессе действия а часто у нас есть путаница, и мы желание наделяем такой магической силой, хотя энергии в желании ровно настолько, чтобы определить потребность в реальной жизни. Подумайте об этом, поразмышляйте. С кем не знакомы, меня зовут Евгения Порошина, я коуч-психолог, также руководитель, преподаватель в Европейской школе коучинга. В шапке профиля переходите, получайте, пожалуйста, первые четыре урока курса, либо секреты профессиональных психологов. Эта информация практически применима сегодня. Получайте, используйте и выходите на результаты. Во вторую неделю в школе мы изучаем основы аналитической психологии по Юнгу. Если самостоятельно изучаете эту тему, купите книгу «Юнговская карта души». Здесь есть глава про энергию, психическую энергию, так называет Юнг. Нашу энергию он вёл термин «психическая энергия», а Фрейд говорил о либидо. Но это одно и то же, и смысл такой, нам легче полежать под одеялом, как будто бы в утробе у мамы. Но это психологический инцест. Если мы берём терминологию аналитической психологии, и чтобы нам выйти из рая, надо начать действовать. Энергия может либо идти вверх, либо вниз. Если идёт прогрессия энергии, прогрессия энергии — это движение вверх, регрессия энергии — это движение вниз. Если энергия идёт вниз, тогда мы подпитываем свои какие-то негативные детские комплексы, сценарии. Поэтому важно чем-то жертвовать. То есть, например, пожертвовать детской позиции ей и начинать что-то делать. Подумайте об этом, поразмышляйте. И смысл такой. Подытожим видео. Функция желания определить наши потребности в проявленном мире. Всё. Другой функцией она не обладает. Например, условно, я хочу в туалет. Вот я определила это желание. Но дальше включается надобность. Я встаю. Да, возможно, мне не хочется идти, но я встаю и удовлетворяю свою потребность. Либо, пример, я хочу петь. Я понимаю, что мне надо встать, набрать стакан с водой. То есть хочу. Хочу определила потребность. Я хочу петь. А надобность уже меня поталкивает к действию. И я встаю и наливаю себе в кружку воду. Условно. Подумайте об этом, поразмышляйте. А часто у нас есть путаница. Функция желания — это определить потребность. Всё. Дальше мы включаем надо. И дальше идет само действие. И всё. Если мы делаем это действие, энергия появляется в процессе действия. Подумайте об этом, поразмышляйте. Если видео понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк и пишите, пожалуйста, ваши размышления, комментарии, как вы понимаете, какая функция у желаний. Всем хорошего дня!